Освещал часовню викарий Московской епархии, архиепископ Можайский Григорий. Владыка специально приехал в Пушкинский район, чтобы осветить этот маленький кирпичик, который стал частью великой истории русского народа. Вот эта часовня, которую восстановили руководители этого поселения, она была уже и до революции, и посвящена была как раз героям 1812 года. Это Бородинского сражения, другим сражением этой великой нашей исторической войны. По словам викария, памятник очень своевременно поставлен в год юбилея Победы, когда этот праздник отмечают широко и всенародно. На церемонии освещения произошло еще одно знаменательное событие – передача старейшей иконы Дмитрия Ростовского. Она хранилась и передавалась из поколения в поколение в семье крестьяниных Парамоновых. И вот, наконец, настало то время, когда можно передать эту святыню в часовню, чтобы ей могли молиться все желающие. Это не домашняя икона, это именно, как сказать, храма, монастыря, часовня, церкви, понимаете, да? Ну и, естественно, вот после восстановления как раз этой нашей прекрасной часовни, она должна, ее место быть именно там. На этом месте в свое время была построена другая часовня, а именно в 1912 году, к столетию Победы над Наполеоновской армией. Но в годы революции деревянная часовня была разрушена. Однако время все ставит на свои места, не дает нам забывать великие события. На деньги прихожан и предпринимателей сельского поселения Тарасовское при поддержке администрации Пушкинского района в этом юбилейном году часовню снова восстановили. И теперь каждый сможет прийти сюда, чтобы поклониться памяти наших героических предков. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Виталий Лин, Пушкинское телевидение.